Современная наука Современная наука Интересно, что там Вселенная? Такая огромная, холодная и загадочная. Но один из самых поразительных выводов, который был сделан, заключается в том, что эта Вселенная находится внутри нас. Слишком поэтично, скажете вы. Но факт в том, что в бескрайнем космосе и в организме человека самыми распространенными являются одни и те же химические элементы – водород, кислород, углерод и азот. Все эти элементы образовались в недрах звезд, которые, взрываясь, распространяли материал для рождения звезд следующего поколения – планет или для зарождения жизни. Осознание факта единства с чем-то непостижимым вдохновляет, не так ли? Мы не состоим из каких-то редких изотопов, встречающихся только на нашей планете. И это наводит на еще одну интересную мысль. Возможно, мы все-таки не одни во Вселенной? И если инопланетяне существуют, то насколько они могут быть развиты? Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон описывает интересную и одновременно тревожную мысль. Он приводит пример совпадения ДНК человека и шимпанзе, которое составляет почти 99%. Несмотря на такое сходство, люди имеют очевидное превосходство в интеллекте. Получается, все, что мы из себя представляем и что отличает нас от шимпанзе, появляется примерно в одном проценте отличия в ДНК. Это просто невероятно! Для нас эта разница в интеллекте кажется огромной, ведь шимпанзе, например, не способны спроектировать космический телескоп Хаббл. Но, может быть, наш интеллект так развит только в нашем представлении? Ведь мы считаем, что проектирование телескопов, полет в космос и запуск ракет – это невероятное достижение. Но, может, все наши познания Вселенной в том виде, в каком мы ее представляем, практически ничем не отличаются от той же обезьяны, которая связала два движения пальцами с языка жестов? Может быть, эта разница не такая уж и большая? Мы-то себе говорим, что это много, а, может быть, почти ничего. Представьте другую форму жизни, которая будет настолько же умнее нас, насколько мы умнее шимпанзе. А это, на секундочку, всего один процент. Только подумайте об этом. Кто мы для них тогда будем? Просто слюнявые, тупоголовые идиоты по сравнению с ними. Они взяли бы Стивена Хокинга, выкатили бы их главным исследователем, сказали бы, вот этот у них вроде самый толковый, он в уме умеет астрофизику. О, какая прелесть! Да наш малыш Джонни тоже так умеет, как мило. Джонни, кстати, мы сейчас на цепь посадили. Вчера. Сложно даже вообразить, насколько они могут быть умными. Возможно, их дети проектируют спутники и понимают все то, в чем не могут разобраться даже самые величайшие умы человечества. Все знания, которые кажутся нам непостижимыми, квантовая механика, теория, струн, темная материя, происхождение жизни, могут быть им понятны на интуитивном уровне. Все симфонии будут написаны и попросту висеть на их холодильнике, как детские аппликации на наших холодильниках. Но еще сложнее представить разницу, например, в 5%. Все это заставляет задуматься, а будут ли для таких разумных видов интересен контакт с человечеством? Ведь мы с вами не спешим вступить в диалог с насекомыми. Когда вы в последний раз пытались поговорить, например, с червячком или птичкой? Ну, то есть вы, может, и говорили, но я не думаю, что вы ожидали ответа, правда? Мы не ведем диалога ни с каким из других видов на Земле, с которыми у нас есть общий ДНК. Так же могут поступать и наши инопланетные друзья. Возможно, мы еще совсем глупы и просто не способны понять эту вселенную. Но так же поблизости могут существовать и те формы жизни, которые пока не догнали нас в развитии, или не обладают разумом вовсе. Это звучит как вполне уважительная причина, по которой никто не пытается с нами связаться. Как бы то ни было, мы не устаем ждать и посылать свои сигналы в космос в надежде на ответ. Ну вот, вы досмотрели видео до конца, видать, оно вам понравилось. А это значит, что самое время щелкнуть лайк под этим видео и подписаться на канал. Ведь у вас тоже есть вопросы, которые пока не имеют ответа и не дают вам покоя. Жители планеты Земля скованы цепями мироздания и в буквальном смысле находятся в заключении. И поверьте мне на слово, сказано это не для красного словца. Вселенная будто дразнит нас, демонстрируя места, которые нам не досягаем. Но если мы хотим сохранить наш вид надолго, мы должны найти выход из этой темницы. Что же в первую очередь нас здесь держит? Во Вселенной все без исключения, то, что обладает массой, всегда привлекает прочие объекты с массой. Мы именуем данное проявление гравитацией. Чем больше сокращается расстояние между вами и большой массой, тем сильнее притяжение и оно усиливается. Именно гравитация и удерживает нас на планете. Этот эффект для человечества можно обозначить как гравитационный колодец или гравитационная тюрьма. Данное понятие – это удобная концепция описания того, что на самом деле происходит. Пребывание в так называемой гравитационной тюрьме подразумевает образование долга Вселенной за энергию гравитации. Именно так мы все и стали должниками. Но по каким причинам люди должны энергию? Все до безобразия просто. Все в нашей Вселенной статично и не хочет менять ни свое направление, ни скорость. Для того, чтобы выполнить определенное движение, человек должен тратить энергию. Несколько миллионов лет назад триллионы частиц гравитационного напряжения вращались вокруг Солнца, пока постепенно не сформировали отдельную планету. Так и создался гравитационный колодец, в состав которого и входит весь человеческий род. И чем глубже мы перемещаемся в этот колодец, тем больше увеличивается расход энергии. Если человек не может найти способ получать жизненно важное количество энергии, то избежать он не сможет, что бы он для этого ни делал. Так как все атомы человеческого тела ранее были частицами пыли, которые Вселенная когда-то за счет своей энергии объединила. Итак, давайте еще раз объединим всю эту информацию. Все объекты Вселенной находятся в статичном состоянии, они не любят двигаться. И в движение их приводит энергия. Гравитация тоже использует энергию. Именно так создается гравитационная тюрьма, которая заперла в себе все человечество. Для расплаты освобождения нам просто нужно отдать энергию. Но как это сделать? Я не знаю. Для того, чтобы человек попал в космическое пространство, нужно пройти несколько сложных этапов обмена энергии. Для этого человечество изобрело сложную машину для погашения долгов с отрицательной потенциальной энергией – ракету. Принцип работы ракеты зависит от всех известных людям самых энергетических химических реакций. Но в большей степени ее работа зависит от воспламенения топлива в одном направлении. Именно при таком способе происходит преобразование химической энергии в кинетическую. Весь эффект от произведения реакции направлен наружу, что и позволяет вытолкнуть ракету из земной тюрьмы. Расход большого количества энергии позволяет увеличить гравитационную потенциальную энергию. Иными словами, это достаточно сложный процесс нашей платы за потребляемую энергию гравитации. На самом деле все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для того, чтобы попасть на земную орбиту, сжигается топливо, теряется большой объем энергии на выработку тепла, выхлопных газов и на сопротивление атмосфере. Нельзя просто так взять определенный объем очень опасного взрывчатого радиоактивного вещества и взорвать его. Нужно получить горение постоянное и контролируемое. Это сделать очень сложно. Именно по этой причине все ракеты очень большие и тяжелые. Следовательно, увеличивается масса. Что это означает? Чем больше по массе объект, тем больше требуется объемов затрачиваемой энергии для его движения. Из этого следует, чтобы запустить массивную ракету, необходим большой объем топлива. Но если объемы топлива увеличиваются, соответственно, нужно увеличивать и размеры ракеты для того, чтобы это топливо куда-то разместить. Следовательно, размеры увеличиваются, вес ракеты увеличивается и топлива опять же нужно больше. Согласитесь, замкнутый круг какой-то. И вот, если это безумие все же довести до какого-то логического конца, то по всей вероятности понадобится ракета, которая будет в сто раз больше, чем вес человеческой полезной нагрузки. Например, европейская ракета Ариэйн-6 в среднем будет весить 800 тонн, для того, чтобы транспортировать на геостационарную орбиту 10 тонн или на среднюю земную орбиту 20 тонн. Но и тут есть большое «но». Это ограничение тяги ракеты, которая попросту не даст ракете оторваться от Земли при максимальном весе. Следовательно, об увеличении топливных баков не может быть и речи. Если подходить к данному вопросу с этой точки зрения, то космический полет никогда не получится упростить или усовершенствовать. Но согласитесь, просто подняться в космос этого недостаточно, так как это не означает, что вы смогли выбраться из гравитационного колодца. В любом случае вы опять же упадете на Землю. Как показала практика, пребывание на просторах космоса – гораздо более сложный процесс, чем просто попасть туда. Для того, чтобы оказаться в устойчивом положении и пребывать там определенный промежуток времени, ракета должна попасть в низкую околоземную орбиту. Чтобы всего этого достичь, необходимы большие объемы кинетической энергии. Следовательно, ракета должна двигаться с большой скоростью на высоте приблизительно 100 километров, 8 километров в секунду или же 28 тысяч километров в час. Этой скорости вполне достаточно, чтобы облететь Землю за полтора часа. В данном случае можно воспользоваться трюком лететь не ровно вверх, а в сторону. Все знают, что наша планета имеет форму шара. Следовательно, если происходит движение в сторону, и даже при падении Земля внизу будет двигаться. Из этого следует, что пока вы будете лететь над атмосферой на 100 километров вверх, будет предоставляться возможность некоторое время продержаться на орбите. Именно так делает МКС для того, чтобы длительное время оставаться быстрой станцией на орбите. Она падает вокруг планеты, периодически расходуя свою энергию. Если сравнивать орбиты всех планет, то можно увидеть, насколько близка земная орбита к планете. Для того, чтобы спутники достигли иных планет, им нужно пройти еще один раунд отдачи энергии. Сегодня одной из самых сложных частей космических путешествий является достижение орбиты. Вот, например, для того, чтобы отправить ракету на Марс, большую часть энергии придется потратить только для того, чтобы попасть на орбиту, а остальной объем энергии для того, чтобы долететь до Марса – 55 миллионов километров. Именно по этой причине ракеты строятся не моноблоком. Ракеты многоступенчатые. Если у ракеты топливный бак опустошается, она его попросту сбрасывает для того, чтобы не тратить энергию на его транспортировку. Современные ракеты в период своего движения в несколько этапов сбрасывают основные ступени и ускорители, что позволяет добраться до своей космической цели с собственным топливом и двигателем. Итак, мы разобрались, по каким причинам так трудно посетить космическое пространство. Все это сложно, но все относится к такой науке, как ракетостроение. Известно, что новая ракета под названием Рейн-6 при поддержке Airbus и Friend Launchers и Рейн-Space будет готовиться к запуску уже в 2020 году. Что если наша планета – живой организм? Вы никогда не задавались этим вопросом. Еще древние люди считали Землю живой. Этому есть масса свидетельств. Земля-матушка, мать-сара-земля – вот имена, которые давали ей наши предки. Охотник, поразивший дичь, просил прощения и у Земли, и у тотема убиенного животного, подсознательно понимая, что, нарушая природный баланс, вскоре может погибнуть сам. Странно, что эти знания постепенно ушли в дальние уголки общественной памяти. И современный человек ведет себя с собственной планетой крайне неосмотрительно. Мы выращиваем растения, дабы скормить их животным, чтобы потом скот порезать и запечатать его в консервы. И таких примеров уйма. Но в итоге все сводится к следующему. Что бы человечество ни делало, мы в первую очередь пытаемся удовлетворить собственные потребности. И это можно считать вполне себе нормой, ведь каждый из видов на нашей Матушке-Земле функционирует по этим же законам. Прошлого века было выдвинуто потрясающее воображение теории геи, автором которой стал британский эколог Джеймс Лавлок. Гипотеза вызвала массу споров и категорическое отторжение некоторых представителей науки. Предположение получило название благодаря древнегреческой богине Земли – матери всего сущего. Некоторые ученые в качестве противопоставления теории геи выдвигали гипотезу Медеи – другого мифического персонажа. Эта женщина, убившая собственных детей, сравнивалась с Землей, из-за чрезмерной активности которой неоднократно происходила гибель миллионов людей. Согласно теории геи, Земля представляется как суперорганизм, имеющий собственный обмен веществ и дыхание. Доказано, что планеты и процессы, происходящие на ней, не могут быть полностью стабильными и находиться в равновесии. Но при этом миллионы лет условия на Земле кардинально не меняются, оставаясь приемлемыми для жизни людей и животных. Из этого следует логичный вывод – планета способна к саморегуляции. Что это значит? Саморегуляция – одно из свойств живых организмов. Судите сами. Если человеку холодно, его бьет озноб. Жарко – бросает в пот. Заболел – организм сигнализирует об этом повышением температуры. В минуты волнения и физических нагрузок сердце бьется быстрее. Таким образом организм защищается и приходит в равновесие. Это нас не удивляет и считается нормой. А вот когда дело касается Земли, непонятно почему столько времени, пребывающей в относительно стабильном состоянии, речь идет исключительно о физических законах. Джеймс Лавлок, как и Джеймс Хаттен еще в XVIII веке предположил, что совершенный земной организм, сродни человеческому, реагирует на внешние и внутренние факторы, стабилизируя их для собственного выживания. В силу непрерывных химических реакций уровень соли в Мировом океане, толщина озонового слоя и прочие параметры не могут быть постоянны. Земля просто оптимизирует их под себя. Наша планета дышит посредством разломов в коре. Ее сердце стучит, проявляя себя ритмичными колебаниями магнитного поля. Значит, кровь планеты – огромные океаны. Ведь доказано, что жизнь без воды мертва. Кожа – это кора, а геофизические ритмы – пульс Земли. Кроме того, считается, что с помощью точек, условно объединенных в сеть Хартмана, Земля, возможно, своеобразно общается с иными объектами Солнечной системы. Получается, что наша планета не просто живая, но и разумная сущность? Верите ли вы в это? Оспаривать неоднозначное утверждение можно под этим видео. Как бы то ни было, стоит вспомнить о ноосфере. Мозге планеты, ее информационной оболочке. Счастливчики, имеющие доступ к этому глобальному хранилищу информации, становятся гениями, опережающими свое время на много лет вперед. Более того, согласно высказываниям Вернацкого, именно человечество формирует облик Земли, активно трансформируя ее характеристики. А может быть, Земля сама создала людей для собственных целей, управляя нами на уровне подсознания, как гласит наука геопсихология? Хотя, судя по поведению людей, план планеты был несовершенен или вышел из-под контроля. Скорее всего, Земля прекрасно осведомлена о копошащихся на ней существах и пока терпит их присутствие. Мы зря не прислушиваемся к произведениям фантастов, ведь Артуру Конан Дойлю в его рассказе «Когда Земля вскрикнула», одному из первых пришла в голову идея о живой планете. Правда, писатель утверждал, что Земля не подозревает о существовании людей на ее поверхности. Отвлечемся от фантастики и ответим еще на один вопрос. Какую пользу за последние десятилетия человечество принесло планете? Ответ очевиден – никакой. Только вред. Появление разумной жизни преобразило планету до неузнаваемости. Мы вырубаем леса, которых осталось 30% от исходного количества. Загрязняем водоемы выбросами предприятий и нефтяными отходами. Плодородные земли превращаем в бесполезные мусорные кучи. Автомобили не озонируют атмосферу. А сломанные гаджеты не очищают, скапливаясь миллионами тонн. Наши ярко освещенные города и высокие здания дезориентируют птиц, убивая их или кардинально изменяют структуру миграции. Возникает закономерный вопрос. Доколе планета будет терпеть такое отношение? Здесь стоит привести пример. Человечество прекрасно знает о существовании муравьёв, тараканов, пчёл, саранчи и прочей живности, мирно соседствуя с ней до определённого момента. Но если какой-то вид начинает угрожать нашему комфорту или безопасности, люди выходят на тропу войны. Причём целью уничтожения является не весь вид. От его представителя очищается только локальная область. Если вспомнить историю, то планета не единожды использовала профилактическую дезинфекцию, включая защитные механизмы от слишком взорвавшегося человечества. Тогда Землю сотрясали мощные катаклизмы, приходил страшный мор, разжигались смертоносные войны. Таким способом Земля ведёт диалог с людьми. Но услышим ли мы её? Глобальные последствия изменений на нашей планете могут оказаться очень серьёзными для существования человечества. На то мы и люди, чтобы заранее осмыслить масштабы последствий и осознать, благодаря чему мы существуем. Каждый из нас обязан понимать, насколько важно заботиться о ней. Ведь на данный момент это единственный дом. Единственное место во Вселенной, где мы способны наслаждаться прекрасной возможностью жить. Во всяком случае, пока что единственное. Сравнение Вселенной с океаном не совсем корректно по причине несоизмеримых размеров. Но всё же это единственное доступное человеческому разуму описание того, насколько она огромна. В холодном и безмолвном космическом океане множество жителей. Звёзды, сверкающие как чудовищные светильники. Планеты разных размеров. Хороводы астероидов. Но давайте попробуем затронуть тему, которая будоражит воображение. И краем ока взглянуть на гипергигантские звёзды. Ведь они существуют. Как бы мы не злоупотребляли превосходными степенями и словами «бесконечный» и «беспредельный», всё-таки границы и рубежи есть у всего. Даже у звёзд гипергигантов. Их масса и размеры вплотную приближены к критическим, а жизнь очень коротка. По вселенским меркам это буквально мгновенное, каких-то несколько тысяч, максимум пару миллионов лет. Для сравнения, звезда главной последовательности, к которой причисляется и наше Солнце, живёт около 10 миллиардов лет. Любой гипергигант в несколько раз массивнее известных звёзд. Даже больше сверхгигантов по типу Ригеля или Бетельгейза. Соответственно, его масса может составлять от 100 до 250 солнечных. Что касается размера, то наибольшая звезда гипергигант, известная науке до сегодняшнего дня, вмещает в себя более 1700 радиусов Солнца. Светимость гипергигантов не менее впечатляющая и доходит до 500 тысяч солнечных. А температура монстра может достигать 35 тысяч кельвинов. Стоит отметить, что такие звёзды в довольно большом дефиците. Например, на просторах Млечного Пути их не более десятка. Эти сверкающие чудовища всю свою жизнь балансируют в состоянии крайне нестойкого равновесия. Изнутри их поджаривает раскалённое ядро, а снаружи утюжит сила тяжести. Так что гипергигантам не позавидуешь. Зато их смерть очень феерична. Потрясающий взрыв сверхновой и переход в абсолютно иную касту космических небожителей. Разряд чёрных дыр. Особенного внимания заслуживает Ю-Вай-щита. Это наибольшая из известных нам звёзд. Также лидерские позиции, только касаемо массы и яркости, удерживает сверхгигант R-136A1. Итак, по порядку. Ю-Вай-щита — это колоссальная звезда, находящаяся от нас на расстоянии 9500 световых лет. Она в 340 тысяч раз ярче Солнца. А её радиус в период пульсации составляет 2000 солнечных. Чтобы понять титанические масштабы Ю-Вай-щита, стоит привести наглядный пример. Облететь эту звезду непросто. Временной промежуток составит 8 часов, если двигаться со скоростью света, и 5 лет, если лететь со скоростью Международной космической станции. Чтобы отдалённо вообразить её размеры, представьте Землю в виде гречневой крупинки, а Солнце — спелым арбузом. Если поместить звезду Ю-Вай-щита внутрь Солнечной системы, она поглотила бы все планеты, включая Сатурн. При изучении этого гипергиганта учёные столкнулись с интересным моментом. При таких громадных размерах масса звезды всего в 7 раз больше Солнечной, что говорит о её крайне низкой плотности в миллион раз меньше, нежели у Воздуха. Даже у нашего Солнца плотность в полтора раза больше воды, не упоминая уже о сверхплотном веществе нейтронных звёзд. Говоря проще, плотность Ю-Вай-щита немногим больше, чем у абсолютного вакуума. Считается, что звезда находится буквально на последнем издыхании, хотя, кто знает, возможно, мы наблюдаем лишь отголоски её существования. Тогда как в данный момент на месте гипергиганта успешно искривляет пространство титаническая чёрная дыра. Следующим лидером, но уже по массе и яркости, является R-136A1. Эта звезда находится в соседней галактике под названием Большое Магелланово облако. От нас объект R-136A1 находится на расстоянии 163 тысяч световых лет. Звезда ярче Солнца почти в 9 миллионов раз. Если бы около R-136A1 были планеты, то обитаемая зона находилась бы в 3000 астрономических единиц от неё. Для справки, одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца. Но жизнь на таких планетах всё равно была бы невозможна по причине мощного ультрафиолетового излучения. Случись так, что звезда-гигант находилась бы от нас на расстоянии 10 парсек, то на земном горизонте она всё равно бы выглядела бы угрожающе, примерно так, как половина Луны. А если бы кому-нибудь вздумалось заменить ею Солнце, то светимая звезды была бы в 100 тысяч раз выше, а размер на нашем небе в два раза больше, нежели привычное светило. Чтобы понять масштабы бедствия согласно этому сценарию, стоит вспомнить, что если Солнце изменит интенсивность излучения всего на десятую долю, то жизнь останется только на земных полюсах, а увеличение на 40% сделает нашу планету близнецом Венеры. R-136A1 вмещает в себе 256 солнечных масс и в 22 тысячи раз больше нашего светила. Но при такой силе излучения и чудовищной массе звезда крайне нестабильна. Гигант буквально разрывается изнутри, что проявляется периодическими взрывами. Ее смерть будет поистине эпична. Она превзойдет все вспышки сверхновых до этого. Взрыв будет виден даже с Земли, несмотря на невероятное расстояние. К счастью, она находится слишком далеко. Иначе нашу планету ждало бы второе Ордовикско-Силурийское вымирание, произошедшее по всей вероятности по причине взрыва сверхновой в 6 тысячах световых лет от Солнечной системы. Давайте попытаемся пролить свет на тему, которая для большинства людей покрыта мраком неизвестности. Речь пойдет об объектах, настолько далеких, массивных и непонятных, что среднестатистическому разуму обычного гомо-сапиенс, сидящему в офисе среди бумажного моря или буравящему монитор в попытках заработать на белый хлеб с икрой, не всегда удается осмыслить чудовищный масштаб того, что мы сейчас обсудим. Итак, квазары. Предупреждаем сразу. Ученые не первое десятилетие спорят об их природе, размерах и путях возникновения. Но согласие в этом вопросе до сих пор не достигнуто. Ситуация в ближайшее время вряд ли переменится, поскольку нагромождение теории похоже на карточный домик. Стоит положить на него последнюю карту, и он благополучно рухнет. Понятие «квазары», если перевести дословно, обозначает «похожие на звезду радиообъекты». Уже в названии кроется первая неточность. Во-первых, 90% квазаров не излучают радиоволны. Название было дано согласно первым найденным объектам. Во-вторых, на самом деле квазары вовсе не звезды, а предположительно галактики с активными ядрами. Просто при наблюдении эти объекты визуально похожи на далекие светила. Но это только первый, весьма поверхностный взгляд. В 50-х годах прошлого века Алланом Сендиджем и его напарником был обнаружен первый квазар, а в 1963 году в астрономической копилке таких объектов насчитывалось уже пять. В этом же году Мартин Шмидт доказал, что объекты находятся в спектре красного смещения, что говорит об их стремительном удалении от нас согласно знаменитому закону Хаббла, причем со скоростью, близкой к световой. Некоторые астрономы считают, что упомянутый закон нельзя трансформировать на квазары. Соответственно, на самом деле они гораздо ближе и меньше, чем заявлено. Другие утверждают, что квазары – это молодые галактики в период их зарождения. Но тот факт, что где-то на расстоянии, которое мы вряд ли когда-нибудь преодолеем, находятся столь невообразимые объекты, наполняется и верным трепетом и благоговением, поэтому научный мир не спешит переубеждать человечество в истинности первоначальной теории. Первый самый яркий квазар назван 3С-273. Хотя ему предшествовал более тусклый 3С-48, найденный в конце 50-х. Но именно 3С-273 впервые причислен к категории квазаров. Находится объект в районе созвездия Девы. По светимости он в 100 раз больше нашей галактики. А по массе равен 9 сотням миллионов масс Солнца. Квазар убегает от нас со скоростью 240 км в секунду, что недалеко от световых показателей. Расстояние квазара от Земли 3 миллиарда световых лет, и он наиболее близок к нашей галактике. Остальные квазары находятся неизмеримо далеко от Млечного Пути. Например, самый дальний сосед ослепительно сверкает где-то в пределах 13 миллиардов световых лет от нашей незаметной планеты. Свойства квазаров поистине поразительны. Во-первых, ученые вывели усредненное значение колоссальных энергетических выбросов такого объекта. Оно составляет количество в 10 триллионов раз больше, чем наше Солнце генерирует в секунду. Это эпичное число не в состоянии до конца осмыслить ни один житель Земли. Считается, что подобное возможно только в случае, если в центре такой активной галактики находится сверхмассивная черная дыра, беспрерывно пожирающая вещество вокруг себя. Вес этого невидимого чудовища может доходить до значений в тысячу раз превышающих вес Млечного Пути. Поэтому, пока квазары не уплыли за горизонт Вечности, ведь большинство из них находится вблизи от так называемого космологического рубежа, воображаемые линии, дальше которой мы не в состоянии проникнуть с помощью глаз сверхсовременных телескопов. Просто необходимо тщательно изучать их. Вдумайтесь, свет многих квазаров идет к нам с тех пор, когда Вселенная была в 10 раз моложе, чем сейчас. Напоследок стоит сказать, что на данный момент зарегистрировано 195 тысяч квазаров. К счастью, гигантский смертоносный вихрь, поедающий окружающие объекты, ненасытный и опасный, имя которому квазар, находится неизмеримо далеко от нашей галактики. В эту секунду он бесшумно несется прочь от относительно знакомого нам мира туда, где заканчивается Вселенная, если она конечна. Где не действуют привычные законы, а окружающее пространство в нашем понимании такового еще не появилось. Прогнозы – дело неблагодарное. Эту истину лишний раз доказывают предположения незадачливых фантастов, в частности, по поводу будущего эры космонавтики. После полета первого человека в космос воображение писателей и сценаристов не на шутку разыгралась. К началу 21 века была обещана колонизация Луны и Марса, а перелеты между планетами должны были стать простыми, как переезд из Рыбинска в Ярославль, выражаясь словами блистательного Остапа. Но реальность такова, какой мы видим ее за окном. В вашем ангаре до сих пор не стоит на дозаправке персональный космический шаттл, а на бельевой веревке не сохнет высокотехнологичный скафандр из нановолокна. Космические туристы, правда, появились, но о массовости этого явления пока говорить не приходится. Почему же земная космонавтика до сего момента пребывает в детсадовском возрасте, а мы до сих пор не летаем на Луну по профсоюзным путевкам? Оказывается, в этом виновата не только техническое несовершенство земных аппаратов, но и наше собственное тело, слишком хилое и накрепко привязанное к условиям планет. В связи с этим многие бывшие космонавты, проведшие на орбите не один десяток часов, слуг высказывают крамольную мысль о том, что человек в космосе нужен так же, как регулировщик на современном перекрестке. Задача освоения космоса, дескать, гораздо лучше справятся машины. Но практика показывает, что лунно- и марсоходы пока значительно уступают человеку в скорости и сообразительности. Медленно ползущий по марсианскому грунту автомат можно обогнать даже на костылях. Известно, что за многие месяцы неуклюжие земные машины проезжают по пересеченной местности Луны не более 50 километров в совокупности. Луноход не ведает, что такое смекалка. Он не в состоянии приклеить деталь скотчем или заткнуть течь фломастером. Управление таким аппаратом с Земли сложное и крайне медленное, из-за торможения сигнала, а также по причине недогадливости машины, надолго становящейся в тупик перед камнем средней величины, оказавшимся на пути. Отсюда вывод – человека заменить сложно. Тогда каков он, космонавт будущего? В первую очередь, заострим внимание на том, что мы – продукт миллиардов лет эволюции, в буквальном смысле – дети Земли. Что нужно изменить в человеке, чтобы сделать его тело пригодным для длительных космических путешествий? Шива многорукая. Многие действующие космонавты сетуют, что ноги в невесомости без надобности. А вот рук катастрофически не хватает. Вполне возможно, что те поколения, которые будут рождаться на космических станциях или других планетах, станут полностью адаптированными к предлагаемым условиям. Ведь даже тела космонавтов на МКС в кратчайшие сроки серьёзно трансформируются, вынуждены приспосабливаться. Правда, многорукими в ближайшем будущем колонисты вряд ли станут. Эволюционный процесс не так скорб. Но не надо забывать, что на помощь может прийти генетика. Радиационный щит. Жёсткое космическое излучение – одно из самых главных препятствий на межгалактических дорогах. Даже незначительное радиационное облучение за пределами магнитного поля Земли в долгосрочной перспективе грозит пилотам затяжными депрессиями, глобальными повреждениями нейронных связей головного мозга, необратимым отмиранием клеток. Нивелировать опасность можно с помощью защитных конструкций шаттлов и приёма специальных медикаментов. Восстание грибков. Как выяснилось на орбитальной станции, грибковой инфекции чувствуют себя отлично, не хуже, чем на Земле. Тогда где гарантия, что на борту космического шаттла не разовьется патоген, который приведёт к гибели всего экипажа? Воспрепятствовать этому могут только тщательно продуманные суперсовременные системы очистки воздуха на борту. Есть и второй вариант – непробиваемый врождённый защитный барьер организма. Долой атрофию. В условиях невесомости все мышцы человеческого организма, в том числе сердечное, атрофируются, а кости истощаются. И это несмотря на постоянные тренировки и витаминизированный рацион. Значит, в кораблях будущего должны быть созданы условия искусственной гравитации, либо появятся космонавты, абсолютно нечувствительные к таким мелочам, как невесомость. Нервы на замок. Чтобы полёт к другой планете не стал сценарием очередного триллера о сумасшедшем маньяке, убившем весь экипаж, нервы у космонавта будущего должны быть крепче стальных канатов. Ни в одной земной тюрьме человек не чувствует себя настолько одиноким, как за пределами собственной планеты. Психические отклонения у людей, длительно находящихся в однородной компании и в замкнутом пространстве, случаются часто. Это может привести к мятежу и жестоким убийствам. Поэтому пилоты, которые отправляются на Марс и дальше, должны обладать очень крепкой психикой. Человек адаптированный. Исходя из вышеизложенного, скорее всего, в дальнейшем во главе угла станет не терраформирование планеты посещения, а увеличение коэффициента приспосабливаемости людей к необходимым условиям. Для путешествий будут подбираться индивидуумы с идеальным генетическим набором, устойчивые к радиации, психически уравновешенные, с усиленной костной тканью, усовершенствованным иммунитетом. Эти признаки передадутся и их потомкам. Адаптировать человека к жестокому космосу вполне способны генетики. То есть в будущем не технические достижения, а генная инженерия станет ведущей отраслью, когда дело коснется дальних пилотируемых полетов. Именно изменение генома позволит создать человека, приспособленного к нормальной и даже процветающей жизни вне родной планеты. Возможно, в недалеком будущем, когда человеческие легкие и мозг будут страдать от недостатка кислорода на выжженной планете, а жизнь на Земле станет непригодной, как прогорклая пища, самым популярным лозунгом будет слоган «Не ищите аналоги Земли, создавайте кросспланетарных людей». Что происходило во Вселенной? Как образовались звезды, планеты? Неужто космос был пуст? Кругом царила темнота, а вся энергия Вселенной была сконцентрирована в одной точке? Мы, люди, веками глядим в небо с надеждой получить ответы. Вопросы разные, но суть всегда та же. Кто мы такие и как здесь оказались? Более 13,5 миллиардов лет назад существовал пустой и темный космос. Вся энергия существовала в одной точке до того момента, пока в один момент не произошел Большой Взрыв. Этот маленький сгусток энергии в мгновение превратился в огромную Вселенную. Большой Взрыв зародил новое начало, он создал ту энергию, которая будет насыщать всю нашу Вселенную на протяжении всего своего существования. Со временем, через 380 тысяч лет, Вселенная стала холодной, что дало возможность электронам соединяться с протонами. Так образовались первые атомы. Водород, являющийся строительным материалом для нашей Вселенной, участвует в создании других атомов. Первые галактики начали формироваться благодаря гравитации облака, газа и пыли внутри них самих. Когда достигается температура в 10 миллионов градусов по Цельсию, атомы водорода соединяются, образуя гелий, и это сопровождается выбросом энергии. Через 550 миллионов лет начинают формироваться первые звезды. Они начали взрываться под сильным давлением и высокой температурой. Такое явление получило название «Взрыв звезд». Водород преобразовывается в гелий, гелий в литий, и таким образом формируются новые химические элементы, которые будут участвовать в создании новых планет. Восемь миллиардов лет звезды взрываются и рождаются заново. И при каждом последующем взрыве создаются все новые, более тяжелые химические элементы. Солнце зарождается через 4,5 миллиарда лет. Оно собрало 99% газа и пыли со всей Вселенной. Из оставшегося одного процента начинают формироваться планеты, в том числе и планета Земля. Что же собой представляла наша планета? Была ли она такая голубая, как сейчас? Попробуем вернуться на миллиарды лет назад. Поверхность Земли была покрыта жидкой лавой, сутки длились 6 часов, Луны в то время еще не было. В дальнейшем более легкие фракции начали всплывать на поверхность лавы и образовывать твердую кору, а более тяжелые опускались к центру. Жидкий металл формирует магнитное поле вокруг планеты, которое будет защищать Землю от солнечной радиации. Формирование нашей планеты шло хорошо, но в один момент к Земле начала приближаться гигантская протопланета, напоминающая Марс. Гигантская планета столкнулась с Землей покасательной, что стало толчком к образованию Луны, благодаря которой наша планета получила осевую стабильность и замедлила свое вращение. Все эти процессы повысили вероятность зарождения жизни на Земле. Через 150 миллионов лет после столкновения земная кора вновь стала твердой. В то же время на планету продолжали падать кометы, среди которых были хондриты. Они несли в себе воду в твердом состоянии. Благодаря хондритам на Земле начала накапливаться огромная масса воды. 3 миллиарда 800 миллионов лет назад в воде формируются молекулы из простых химических элементов. Одна из самых загадочных молекул – это ДНК. Зарождается первая одноклеточная жизнь. А как же неживая материя превратилась в живую? Вполне возможно, когда молекулы оказываются в определенных условиях, они оживают. Через сотни миллионов лет один вид бактерий научился использовать энергию солнечного света – фотосинтез, при этом выделяя кислород. Таким образом, наша планета стала заполняться кислородом. Впоследствии появились такие существа, которые научились потреблять кислород для существования. Он позволил им использовать энергию в 20 раз эффективнее, чем раньше. Время шло, и некоторые одноклеточные особи эволюционировали в многоклеточной. С этого момента эволюция жизни на нашей планете приближалась огромными шагами к появлению человека. Что и произошло спустя миллиард лет. На Земле появились люди. Вас не пугает конец света? Тогда попытайтесь включить воображение. Каких только финалов не предрекали разномастные оракулы и представители давно покинувших Землю цивилизаций, но ни один из сценариев пока не воплотился в жизни. Человечество расслабилось, дружно высмеивая очередную апокалиптическую страшилку. Но недавно ученые озвучили реалистичную угрозу существованию привычного нам мира. И летящий на Землю Халк, комета с зеленоватым свечением, сообщениями, о которой захлебываются мировые СМИ, не имеет к этому отношений. Причина гораздо прозаичней. В Антарктиде тает лед. Ледяной континент постепенно превращается в H2O. Это похоже на бомбу замедленного действия. Около полувека назад процесс серьезно активизировался. Недавно ситуация стала угрожающей. В 2012 году ученые фиксировали таяние льдов на отметке 76 миллиардов тонн в год, а спустя некоторое время цифра увеличилась в трижды – 219 миллиардов тонн в год. За последние 25 лет исчезло 3 триллиона тонн антарктического льда. Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека и усилившимся ветром, гоняющим теплые течения вдоль береговой линии приводит к появлению плюсовых показателей на антарктических градусниках. Что будет, когда растает последний антарктический ледник? Обывательские версии вертятся в основном вокруг повышения уровня мирового океана. Но это далеко не все. Последствия не покажутся безобидными даже скептикам. Потоп понарошку Спешим успокоить. После таяния всей толщи льдов в Антарктиде и повышения уровня океана на 60 метров суши на земле останется, но ее будет существенно меньше. Карта мира изменится до неузнаваемости. Исчезнет Прибалтика, Дания, Голландия, уйдет под воду Каир, Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, Архангельск, Санкт-Петербург, Сочи Вечный город Рим прекратит быть таковым. Венецианские каналы превратятся в подводный музей. Черное и Каспийское моря соединятся обширным каналом. Крым прекратит свое существование в качестве полуострова. После таянии антарктических льдов он станет полноценным островом. Австралийская пустыня Виктория превратится в море, а США лишится штата Флориды, который уйдет на дно Мексиканского залива. Священный Ганг хлынет океан и смоет густонаселенные территории так же, как это произойдет в Сингапуре и Камбодже. Сама Антарктида напротив откроет свое настоящее обличие миллиона лет скрытое под ледяным одеялом 4-5-километровой толщины. На планете появится антарктический архипелаг, состоящий из множества островов. Глобальная миграция Это вынудит людей искать безопасные места для переселения. Многих океан оттеснит на непригодные для жизни территории. Например, жители Каира и Александрии внезапно окажутся один на один со смертоносной Сахарой. Земля огромна, но поскольку привычные условия изменятся, то вопрос миграции встанет очень остро. Еще более печальными будут последствия внезапного затопления территорий. В таком случае не избежать громадного количества жертв, потери значительного числа производственных мощностей, финансовых центров, что повлечет за собой повальную нищету и безработицу. Климатическое сумасшествие Льды Антарктиды, Арктики и высокогорные снежные шапки веками служили охладителями земной атмосферы. Если морозильная камера планеты сломается, температурный баланс нарушится. Огромное количество пресной воды, пополнившей мировой океан, скажется на течениях, формирующих климат многих территорий Земли. Зеленые леса превратятся в засушливые пустыни, как это случилось на Тяньшане, некогда покрытом растительностью. Жители некоторых регионов столкнутся с парадоксом. Они будут умирать от жажды, при том, что в целом количество пресной воды на планете увеличится многократно. Главное теплое течение Гольфстрим, уже находящееся под угрозой, прекратит свое существование. Это повлечет за собой очередной ледниковый период, который сделает непригодной для жизни большую часть Земли. А значит, цитируя классика, повторится все как встарь. Ураганные ветры, смертоносные торнадо, безжалостные тайфуны многократно усилятся, а их появление участится. Это произойдет из-за увеличившегося испарения и образования невиданных доселей грозовых облаков. Проснувшееся зло Наиболее угрожающее последствие таяния ледников Антарктиды – увеличивающаяся активность вулканов. Особенно страшны супервулканы, такие как Йеллоустоунский, находящийся в одноименном американском парке. Немного истории. В 2002 году стремительно, всего за месяц, разрушился громадный антарктический ледник Ларсен, до этого стабильно существовавший 10 тысяч лет. Вы спросите, при чем тут вулканы? Оказывается, связь прямая. Толща ледника размером 3250 км квадратных ощутимо давила на земную кору, и когда внезапно нажим исчез, уровень мантии поднялся в пять раз. Это спровоцировало активизацию вулканов на замороженном континенте. Кроме того, Ларсен дал добро остальным ледникам, запустив цепную реакцию. Если разрушение сравнительно малого количества льда спровоцировало подобные последствия, то что же случится, когда весь карточный домик разрушится? Тогда проснется после 600-тысячной спячки наиболее мощный на земле Йеллоустонский супервулкан. Его взрыв, сравнимый с тысячей водородных бомб, полностью уничтожит США и до неузнаваемости изменит Землю. Большая часть Северной Америки покроется 30-сантиметровым слоем пепла. Средняя температура на Земле упадет на 21 градус, а видимость на поверхности планеты несколько лет не будет превышать полуметра. Вокруг заклубится ядовитый вулканический смог, надолго скрывающий Солнце. Словом, если темпы таяния продолжатся или ускорятся, то уже спустя полвека многие города поглотят море, климат постепенно ухудшится до невообразимых пределов, адские жерла вулканов разверзнутся и живые, что называется, позавидуют мертвым. Это не глупое паникерство. Ученые на самом деле не в состоянии предсказать полноты последствий исчезновения льда на планете. Увеличение скорости таянии Антарктиды – старт отсроченного конца света. Насколько можно замедлить наступление апокалипсиса и удастся ли предотвратить его вовсе? Вопрос к ученым. Придется серьезно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, тем самым замедлив катастрофический процесс потепления. Но полностью остановить его уже не удастся. Точка невозврата пройдена. Это мнение большинства ученых, но американцы решили его опровергнуть. В университете Южной Каролины считают, что попадание в мировой океан огромного количества пресной воды, обогащенной фосфором и железом, спровоцирует бурный рост водорослей, которые убирают из атмосферы парниковые газы. В результате Земля снова вернется к привычному температурному режиму. Кто прав, покажет время. Но человечеству в любом случае нельзя травмировать несчастную планету. Иначе описанные последствия существенно приблизятся. Будьте с нами. С Хабблом вы на шаг впереди. Думаете жизнь современного человека в среднем длится около 70-80 лет? Поразмыслите еще раз. Ведь вы не учитываете завуалированную ночную деятельность человеческого мозга. Сны, которые ежедневно завладевают нашим сознанием. Вы, наверное, слышали, что наркоз часто называют маленькой смертью. Так вот, сюжеты сновидений, напротив, маленькая жизнь, которую сложно измерить годами. Но колено движется параллельно с дневным существованием, а временные рамки во сне не ограничены, то разве нелогично прибавить их к реально существующим секундам и часам? В связи с услышанным хотелось бы процитировать бессмертные слова китайского мыслителя Конфуция. Философ любил говаривать «Не вздумайте останавливать видео». Для тех, кто прислушался к мудрому старику, продолжаем. Представьте, что вам дана власть над собственным сознанием, вследствие чего становится доступной опция «Заказ сна». Вообразите, что вы имеете возможность за одну ночь видеть грезы, каждая из которых длится, скажем, сто лет. Но это не влияет на формальную продолжительность жизни. Дальше больше. Проживая за двое-трое суток несколько веков, сновидец волен менять сюжеты своих видений, постепенно воплощая самые смелые желания. Заманчиво, правда? Но готовы спорить, что очень скоро вам это до смерти наскучит и заставит быть более изобретательными. Вы захотите ослабить контроль, поэтому следующий заказ будет не по заранее оговоренному сценарию, а с долей риска и непредсказуемости. Осуществив это, вы какое-то время будете наслаждаться драйвом и адреналиновыми всплесками, но затем снова почувствуете дефицит впечатлений. Человеку всегда недостаточно того, что он имеет, пока это не потеряно безвозвратно. Азарт подстегнет фантазию усновиться, но рано или поздно он истощится и однажды вы неизбежно вернетесь к исходному пункту жизни, к которой живете сейчас. Очнетесь от иллюзий и осознаете себя звеном в глобальной системе. Но не безвольной шестеренкой, а важной деталью естества, необходимой здесь и сейчас частью мироздания. Отсюда вывод. В первую очередь надо ценить не иллюзии, а реальность. Не прятаться в виртуальных мирах или надеяться на искусственный интеллект, а развивать собственный и самосовершенствоваться. Попахивает конфуцианством, скажете вы? Возможно. Вспомните цитату в начале ролика. Поэтому не переключайтесь, двигаемся дальше. Итак, как научиться ценить собственную жизнь? Первая ступень осознание того, что она крайне непредсказуема. Кроме того, что жизнь необратимо изменяется или обрывается в любой момент. К внезапному финалу может приблизить неудачное падение, оторванный тромб или агрессивное вмешательство других людей. Наглядный пример. Австралийский научно-фантастический фильм 2018 года в стиле киберпанка под названием Upgrade. Тематика ценности жизни и тесное переплетение ее со сновидениями показана с необычного угла зрения. Размеренное существование героя и его супруги неожиданно изменяется до неузнаваемости. И то, что казалось незыблемым – семья, здоровье, моральные ценности – внезапно летит в тартары. Не будем спойлерить, а скажем лишь, что подобный сценарий в принципе возможен как во сне, так и наяву. Давайте предположим, что вы заказали подобный сон, и за считанные часы уходящей ночи проживаете бурную жизнь, полную риска, погонь, зверских убийств и невосполнимых потерь. Думаете, не наступит момент, когда вы захотите проснуться, а придя в себя обрадуетесь, что это было только сновидение? Несомненно, явный контраст грез и яви поможет оценить имеющиеся в реальности по достоинству. Ведь вы здоровы, вольны поступать как вздумается, а ваши близкие рядом и в безопасности. В случае развития событий по второму сценарию, то есть наяву, представьте, что свободно передвигаясь и ясно мысли, по трагическому стечению обстоятельств, вы в один момент становитесь инвалидом, думающим растением, полностью обездвиженным и мечтающим исключительно о самоубийстве. Главный герой Апгрейда также малодушно об этом помышлял, но в его жизнь вмешались чудеса кибернетики, которые, собственно, изначально изменили ее течение в худшую сторону. Очнувшись от реалистичного кошмара, несчастный поступил предсказуемо, осознал, насколько прекрасна его будничная жизнь. Я не помню, чтобы десяток последних просмотренных фильмов ставил меня на грань того, чтобы зарыдать, а вот Апгрейд был очень близок к этому. Когда была сцена, где мать Грея ухаживает за своим сыном. Эталон того, как выстроен сценарий и зритель сопереживает главному герою. На базе этого можно сформулировать второе правило счастья. Живите здесь и сейчас. Все мы вдохновляемся или воспоминаниями о сладостном прошлом или надеждами на светлое будущее, которое, кстати, может и не наступить. Даже в этот миг, глядя на картинки, мелькающие на экране, вы не живете настоящим, а находитесь в той ментальной конструкции, которую выстраивает мозг в процессе услышанного. Попробуйте насладиться происходящим, прочувствовать каждую секунду, впитать информацию, как сухая почва поглощает воду. Возвращаясь к фильму Upgrade, стоит упомянуть еще об одном знаковом моменте. Люди стараются не только научиться ценить каждое мгновение, но и усовершенствовать качество жизни, сделать ее проще и интереснее. Для этого используются различные компьютерные технологии. Но существует расхожее мнение, что, чрезмерно доверяя свое благополучие искусственному интеллекту, мы, возможно, совершаем фатальную ошибку. Ведь любая машина не застрахована от сбоев и злонамеренных вмешательств извне. И кто тогда будет контролировать наши гаджеты, автомобили, системы жизнеобеспечения и коммуникации? Например, хакерские взломы, если они коснутся автопилота вашего авто, могут привести к вынужденному изменению маршрута, блокировке дверей, внезапным аварийным ситуациям на дорогах. Внешнее преступное вмешательство в компьютеры, управляющие госсистемой, обернется масштабными беспорядками и анархией в стране. А задумывались ли вы, что случится, если вживить разумный электронный чип в мозг человека? Это может быть сделано с благими целями – избавить объект от физической немощи или оптимизировать его умственные способности. Но никто не даст гарантии, что подобная технология не будет употреблена во зло, а контроль над вашими нейронными связями не перейдет в недобрые руки, как и случилось в упомянутом фильме. Другими словами, не стоит жить сновидениями, иллюзиями и перекладывать ответственность на искусственный интеллект. Лучший путь к счастливой жизни – постоянное саморазвитие и личностный рост. Субтитры создавал DimaTorzok